добрый вечер как неожиданно увидели вообще сколько время 10 вечера вы чего не спите как у вас уже 33 человека насобиралась вау для меня это самый лучший комплимент который только может быть обещая вам разрешаем что эфир у нас будет недолгий потому что я схожу с ума от усталости вся квартира перевернута почти готова к песоху нарастает лахать как все успеть как все сделать даже когда я знала что у меня уже все почти готово даже сейчас наступает момент когда я нервничаю поэтому всем привет рада вас видеть я хотела бы вам сегодня еще пока есть возможность свободное время дать несколько типов несколько вариаций чтобы еще можете рассказать за пасхальным столом вы помните что на среду вечером начинается песок помните и вы помните что у нас карантин об этом невозможно забыть что каждый из вас будет главный за столом ему надо будет что-то рассказать своим детям своим родителям самому себе не знаю каждого своей ситуации опять же у кого есть какие-то логические вопросы как сделать правильно обращайтесь к своему раввину или и максимум я у вас есть все вопросы я эту неделю очень много с вами общалась личных сообщениях что не может меня не радовать и так я бы хотела вам дать несколько еще вещей о которых можно было бы поговорить которые можно было бы затронуть за столом за которым вы будете главное в этот год спасибо коронавирусу и так начинаю я с истории был один человек который провел очень праведный образ жизни ручка есть листик есть все записываете и конечно же этот человек знал что у него будет ганн эден он попадет в рай он был большим праведником и ему было очень интересно кто же кто же будет сидеть с ним в раю и вот когда после 120 лет он умер он стоит уже в очереди ходить в рай и вдруг его обгоняет водитель автобуса обычного эгет и он стучится к ангелам вы вы наверное тут что-то перепутали как же так я большой праведника это обычная водитель эгета как он может быть наравне со мной в очереди в рай и тогда ангелы ему сказали послушай ты конечно праведник но обычно на твоих уроках все засыпали когда же этот водитель вел своих пассажиров с точки а в точку б все так боялись что тут же брали в руки таилим начинали молиться и вспоминать что есть всевышний а когда они приезжали в эту точку они все вздыхали и говорили всевышний спасибо что мы живые так вот наша главная задача на этот песок чтобы никто из детей не уснул потому что мы с вами уже говорили в первой части урока что основная задача это детей наших развеселить детей наших заинтересовать заставить их не даже не заставить а создать такую ситуацию когда они будут задавать вопросы интересоваться своей историей кайфовать так как не кайфовали не в шаббат не в другие праздники потому что это детский праздник а мы с вами уже об этом говорили кто не помнит пожалуйста у нас есть первая часть этого урока продолжаем дальше у нас есть еще одна история их сегодня будет много потому что акцент я ставлю именно на детей мой шей иван сдружились сдружились на какой почве на то что они ходили вместе собирали деньги кушали пожертвования какие-то на все еврейские праздники мой шо брал ивана одевал его всю рту к шляпу и они шли как два еврея на трапе за главным раввином или там с даку собирать как только пасха и под пасха да или какие-то там христианские праздники наш мой шей переодевался христианского рабочего и шел вместе с иваном на той стороне протягивать и руку и вот пришел вместе с ниссан и сказал наш мой шо значит так иван ты одеваешь самый лучший сюртук который я тебе дал белые одежды и знай что если мы попадем на трапезу к главному раввину этого города то все мы неделю можем не кушать за день до трапезы переставай кушать это будет что-то что-то в жизни вообще не видел я очень ждал показать тебе это цитр в песах окей заинтригованный иван одевает сюртук одевает кипу и делает акцент и они идут в синагогу заканчивается молитва не трутся возле главного раввина и конечно же он приглашает их в гости они идут в гости и тут уже иван думает ну когда же когда же это трапеза а все никак сначала моем руки и казалось бы на шаббат когда он попадал моют руки тут же хлеб и начинается трапеза нет моют руки едят какой-то зелень потом ха потом мать а потом дети что-то задают и он очень долго ждал и ждал и ждал у него уже в животе начинает издаваться звуки не очень приятные для общества но он ждет больше обещал значит будет и после долгих истязаний вдруг на стол подают маленьких таких серебряных блюдцах какое-то блюдо мы-то с вами знаем что это хрена который принято есть в песок но он-то не знал он думал наверное это уже начало большой трапезы если ее подают в маленьких порциях то значит это такое деликатес который евреи берут по капельке а я на халяву шум не на халяву я возьму и много и взял себе на голодный желудок кусь и ман этого хрена так что у него пара из ушей поет полетел он скачил убежал проклинал этого ивана на этого мощного чем свет стоял всем шалом яков привет вот вы евреи христа убили в общем все все эти майсы нам уже известны на следующий день муж и приходит к вам и говорит куда это убежал там такое было какое вы мне хрен подсунули я я с тобой разве так когда-то поступал я тебя обманывал да я целый день не кушал чтобы ты меня так обманул он гонит это настолько по-еврейски когда для того чтобы получить что-то хорошее сначала у нас идет период правильно испытаний то что мы сейчас с вами проходим вместе этот карантин во времена песо хайда может с одной стороны у нас показаться большим испытанием спасибо большое а вы самые лучшие слушатели но мы же знаем что из любого испытания мы можем взять такую силу помните я вам рассказывал историю про рады роятся который сидел в тюрьме над ним издевались так что он вышел из тюрьмы пол тела его было мышцы атрофированы и не страна это он в письмах своих писал как я скучаю по тому временем и только тогда я мог понять какие силы внутри меня содержится так вот мы с вами с божьей помощью без страха проведем этот сэдер так что нам следующие в сэдеры будут просто нипочем продолжаем вообще можно сказать что сэдер песах это такой вот с чем бы сравнить вечеринка дня рождения и это на самом деле так мы с вами собираемся вместе с нашими детьми частичка общества в этот раз без гостей к сожалению для того чтобы отпраздновать день рождения нашего народа с чего все началось с того что наш народ такой народ 80 душ яков его сыновья их дети и жены спустились египет потому что было рабство потому что был голод они стали рабами и родился муж и рабы и ну который воспитывался в доме фараона потом он ушел убежал и в принципе все время рабство которое наш народ так тяжело переносил муж и рабы и ну что отдыхал муж и рабы и вообще не присутствовал он был в медиане со своим тестем и тро у него было двое детей он делал то что ему нравится он вообще не был связан даже не не молился за за еврейский народ о том что с ними происходит потому что не знал и вот происходит чудо и больше встречают всевышнего идет освобождает еврейский народ и выводит его из рабства написано что именно в этот момент мы стали настоящим народом объединенным одной целью ведь раньше если бы вы зашли в египет вы бы увидели что евреи ничем не отличаются от египтян если мы почитаем мидраши то мы поймем что мы были такими же убийцами одевались также их несмотря на то что мы сохранили многие вещи еврейские это нам не помогало потому что можно быть сарой но стоять на не знаю где поэтому только когда мы выходили из египта мы стали еврейским народом и это мы отмечаем каждая мама которая уже родила и знает что такое правильно 70 душ спасибо большое ли все правильно дальше каждая мама которая рожала знает что если она начинает говорить про роды то это может затянуться на час потому что сколько бы у нее не было детей каждая история беременности и родов она особенная не можно говорить вот просто часами когда начались схватки когда ты их первый раз почувствовал и когда ты пошла в лечебницу и когда у тебя было миллион историй так вот так же как дети любят слушать истории о том как они родились так же у нас надо нам надо заинтересовать их слушать историю как родился еврейский народ как у нас были схватки как нам было тяжело и как в конце мы вышли все вышли раскрыл перед нами мертвое красное море в общем мы с вами сейчас готовимся к вечеринке по поводу дня рождения близкого народа кроме того что мы с вами вспоминаем когда мы родились мы еще напоминаем дети за детям за все те годы которые мы прожили ведь мы с вами говорили уже много много раз что тора это не книга историческая когда мы учим что было с нашими предками а что что-то что касается именно нас поэтому мы упоминаем что дети наши дедушки и бабушки видели чудеса в египте а давайте с вами поговорим какие вы видите чудеса как всевышний открывается нам что вы видите замечательного в этом мире разве не чудо что вы родились и в маму в животе выросли посмотрите мамку и животик а вы там были между прочим вниз головой лежали а ну попробуй встань вниз головой и постой хотя бы 10 минут а а так 9 месяцев ты там у меня лежал в общем заинтересовать детей в амэн спасибо большое заинтересовать детей в во всей этой истории которая настолько актуальна для нас сейчас особенно сидя в рабстве дома во время карантина продолжаем я с вами хотела немножечко затронуть основные вещи я забыла в секунду в секунду вот это называется кера тарелка которая поднос который мы используем на песок и здесь у нас написано прям что на каком месте должно лежать эту тарелку мы можем мы должны подготовить заранее если у кого-то возникнут вопросы что здесь должно лежать на этой тарелке какие атрибуты и что они обозначают можете написать и мне у меня уже есть путеводитель по песок у все записано прям на русском языке обалденно но сейчас я бы хотела остановиться на некоторых вещах которые у вас дети спросят или даже взрослые ваши родители я не знаю мужья жены которые они слушают уроки на мой экран чтобы вы смогли ему объяснить что же это такое конечно же мы пока все не разберем потому что мне еще кухню кашевать но мы хотя бы начнем здесь секунду здесь написано зерва зерва это горлышко кусочек мяса сожженное на огне мы это не кушаем не переживайте пасхальная трапеза она очень вкусная это до хабаде не принято в хабаде кладут не на тарелку на специальную подушечку на ткани выкладывает это все на ткани и так зерва горлышко куриное не знаю кусочек мяса который вы немножко сожжете на огне так что он символизирует это вообще очень крутая вещь потому что когда мы с вами были рабами смотрите она даже так у нас крутится поле чудес кто хочет поиграть и так когда мы с вами были рабами представьте чтобы были нам легче понять во время холокоста не дай бог когда нас унижали когда нас убивали когда нас запугивали и представьте что тогда мы могли сказать возразить стать войной защитить себя у нас не было моральных духовных сил ни на что так вот то же самое происходило в египте это было двести лет двести лет двести десять лет рабство из них восемьдесят шесть были ужасны еврейский народ просто закрыл свой рот и работал не понимая когда это все закончится у нас вон сколько третий спасибо большое третья неделя карантина уже сходим с ума представьте восемьдесят шесть лет не дай бог так вот и еще тогда когда они были рабами всевышний делает им интересный тренинг коуч такой по совершенствованию веры в себя он говорит возьмите пожалуйста ягненка который тогда был святым египте это как я не знаю это как корова в индии да это это как взять у христиан икону например и прибить в нее там гвозди не знаю возьмите идола которого поклоняются египтяне у которого сила и именно в это созвездие именно в этом месяце и возьмите его к себе домой и завяжите на его шее я не знаю поводок и привяжите о вадим здравствуйте рада вас очень видеть больше обязательно передам и уля салом класс так вообще вы не понимаете какое здесь объединение стран семей знакомых идет на этом уроке анриэл и так мы с вами продолжаем и вот этому запугану запуганному народу всевышний говорит возьмите их идола привяжите к себе в кровати и каждый раз когда египтяне будут проходить мимо и слышать голос этого животного они будут спрашивать вы чего нашего бога взяли и вы должны будете сказать потому что скоро мы его принесем жертву и никакой бог вам не поможет и самое чудо было в том что египтяне ничего нам не сделали они ведь могли схватить палки они могли нас зарезать или могли схватить этого ягненка и утащить не знаю все что угодно ни один еврей тогда не пострадал и в конце они взяли этого ягненка и прямо на шампур засадили и сделали вот такой вот стейк что его запах разделся по всему египту и так всевышний дал еврейскому народу ощущение что мы здесь главное потому что за нами всевышний потому что никакие башки в мире не решают ничего расскажу вам маленькую историю про обзуши или мэлых а вы наверное их уже знаете слышали много я тоже рассказывал о них истории они часто наказывали себя делали такое исправление души тем что они не ночевали дома по умному конечно не придумали я не знаю где были их жены но в общем они у них они ходили по городам чувствовали что у них нету дома что у них нету стен что у них нету на кого положиться кроме как на всевышнего есть в этом какой-то смысл но не дай бог мой муж бы решил ночами не появляться дома ради спасения души так вот они зашли в какой-то город и зашли в таверну в коты при которой было маленький когда малон гостиница они оплатили эти кровати и легли спать и тут вечером поздно поздно после работы возвращаются люди пьяницы с работы которые хотят немножечко отдохнуть они там набухиваются и конечно им нужен козел отпущения видят о них двух евреев которые лежат там незаслоненные на этой кровати они берут рэп зушу который лежал с самого низу и начинают привет украина не буча ну конечно почти соседи были очень рада вас здесь видеть и так и они начинают этого зушу тягать за пейс и танцевать и издеваться пока они не устали бедный на эту кровать обратно лег они продолжили дальше пить элибэлэх со второго этажа этой кровати говорит рэп зуся ну так же не может быть я я я не трус но я боюсь но все же давай ты сейчас залазь на второй этаж и в следующий раз когда у них появится силы над кем-то издеваться чтобы они хотя бы поиздевались надо мной это немножко отдохнула и так они поменялись местами и когда эти пьяницы подошли к кровати и готовы были схватить это были мэлэха один из них сказал не-не-не так не принято мы поиздевались над тем кто внизу а сейчас давайте по издеваемся над тем кто вверху и снова взяли в круг и обзушу отсюда мы учим что если все вышли решил что мы получим по башке два раза мы так обязательно и получим но еще мы что-то учим что над нами власть он только всевышний и никто другой нету никаких идолов нету никаких карантинов нету никаких бактерий которые мы можем бояться можем бояться только всевышнего потому что все от его рук и это основное что мы должны взять из вот этой вот зерва над нами только всевышний мы никого не боимся карантин всевышний спасибо за такой подарок наконец-то я могу поучиться онлайн чему-то пообщаться с детьми я не знаю просто поспать выключить будильник вот я уже не встаю по будильнику у меня уже не на 6.30 тоже плюс карантина и так дальше бэйца вот здесь вот у нас есть бэйца с эврита переводится как яйцо бэйца символизирует у нас жертву которую жертву которую приносили во время песоха было две жертвы одна называлась хаги га праздничная жертва ну когда покушал выпил покушал и вторая называлась песох это когда надо было ее уже скушать это мясо смысле меня всевышнего возвышенном чем-то так вот эту бэйцу она нам напоминает москва литва с ума сойти киев крым буча я вас обожаю араховат главный араховат спасибо что вы здесь все объединенные благо здесь нету штрафов за то что мы собираемся больше трех а иногда и двух я не знаю какие уже законы я давно из дома не выходила так вот бэйца символизирует то что мы должны были перед тем как принести жертву песоха хорошо покушать вот это и вот бэйцой вот этой хаги гой то что я вам сейчас рассказала для того чтобы мы не пришли к жертве песоха с желанием просто насытиться и взяли этот стейк начали его кушать забыв вообще про какие-то мысли и в общем да мысли которые у нас должны быть поэтому перед тем как мы обращаемся ко всевышнему мы должны хорошо хорошо покушать предложите детям еще немножечко взять мацы я не знаю там листика салата и подождать вкусной трапезы продолжаем ма-роро вот здесь вот у нас есть ма-роро и конечно же во многих общинах разные разные традиции что на ма-роро кладут например брест наташ очень приятная из пинска родом так что из брестской области очень мне близок брест спасибо я прям ведь я была такая уставшая встретила вас и у меня прям ух куча эмоций итак продолжаем ма-роро у кого-то принято в семье чтобы это мы ложили лист салата у кого-то во многих общинах у нас например тоже мы кладем потертый хрен такое чтобы аж из ушей пары чтобы вспомнили всю город горечь рабство но хрен понятно почему потому что он горький напоминает нам то что мы прошли почему есть семьи которые кладут лист салата и вы тоже можете так сделать если вы не нашли хрен сейчас на полках магазина и наши мудрецы объясняют очень интересно лист салата не смотря на то что он совсем не горький он символизирует у нас какую-то глубокую вещь вообще весь песок это символы мы не говорим напрямую мы сейчас выпиваем стакан потому что так и так нет везде у нас символы для того чтобы дети стрепянулись и сказали ой подожди а почему бы яйца а почему хрен а когда мы вообще с вами лист салата ели а почему он же вообще не горький почему мы его кушаем провоцируйте детей задавать вопросы это главная главная задача этого вечера окей а почему лист салата потому что египетское рабство начиналось очень очень сладко с чего она начиналась фараон испугался что евреев становится много еврейские женщины плодятся и размножаются у них там замечательные условия парниковые можно сказать в этой земле бошен и он говорит порабощу кая их но какой друг станет рабом за один день поэтому он собрал их всех и сказал давайте вместе со мной во благо родины за коммунизм за братство за родину строить город и надел перчатки оранжевую каску и вместе с ними стал вот это вот строить с разными лозунгами день два прошли на третий день он уже не вышел но сказал давайте знаете что я не буду с вами работать но за каждый положенный как-то называется кирпич вы получите по доллару ну конечно кто кэш не любит в конце дня вернут с какой-то денежкой тем более что до этого не платили и они начали вообще строить по максимуму выжимать и в конце что в конце фараон сказал значит я записал сколько каждый из вас может построить сейчас вы это делаете все бесплатно поставил слуг поставил надсмотрщиков дал им оружие дал им плети и сказал а сейчас работайте на меня бесплатно то же самое у нас происходит с листом салата лист салата когда он молодой когда он только вырос на грядке он сладкий он вкусный он сочный а иногда бывало у вас такое что вы заходите в магазин берете лист салата он горький такой что невозможно его кушать потому что он старый лист салата символизирует у нас что и рабство начиналось чего-то сладкого закончилось оно чем больше становилось тем больше оно было похоже на какой-то психоз фараона так вот продолжаем если я у вас прошу какой жанр книг чаще всего становится бестселлером я не проверяла но мне так сказал мой равен так вот это книги связанные с психологией воспитанием детей потому что мака проблема нашего поколения особенно заключается в том как воспитать поколение которое тебя будет слышать и слушать а в чем в наше поколение такая большая проблема а в том что раньше поколения не отличались друг от друга время шло медленно и не было столько научных открытий так что мои дети с двух лет уже разбираются в ютубе а я только в 30 его нормально освоила разница между поколениями в наше время перед приходом машеф она сумасшедшая я до сих пор не знаю что такое тик тока мои дети уже записывают там какие-то видео и нашим детям легче всего сказать вы то поколение которое жило во время когда не было интернета я не знаю вот то поколение которое жило во время когда не было сотовых телефонов и вот эта разница между поколениями создает такой барьер в общении с ними что чаще всего им легче сказать да ладно все равно ничего не понимаешь в общем вы понимаете наверное о чем я говорю у меня дети маленькие но я уже чувствую эту большую разницу идея пояса заключается в том чтобы мы нашли одну точку откуда мы будем отсчитывать нашу совместную историю сказать ребята то что у нас сейчас есть такая большая разница я не знаю что такое тик ток неважно мы все идем из одной точки давайте вернемся туда там объединимся и вот в этой вот обнимашке продвинемся с вами дальше эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ как сын делает, с кем он проводит Сидор Песох и какая у него связь с еврейским народом. И единственное, что они придумали, они позвонили ему и сказали, послушай, милый мой, мы решили с мамой, что мы разводимся, потому что пока мы еще не состарились, у нас есть еще возможность попробовать что-нибудь новенькое, мы хотим пожить для себя, принимай как есть. И, конечно же, этот пацанчик приехал домой, начал уговаривать их не разводиться, они сказали, да мы не собирались, мы просто очень хотели, чтобы ты приехал и побыл с нами. Так вот, для того, чтобы у нас не было желания придумывать баснословные и дебильные вещи, чтобы наши дети захотели быть с нами, Песох создал такие условия, чтобы дети спрашивали у нас, зависели от нас, чтобы мы были теми, кто несет информацию, кто может рассказать, донести, кто знает больше. А в наше время знать больше детей, это капец как сложно. Окей, еще одну историю я вам хотела рассказать, она немножко, немножко не в тему, но связана с Раби, у которого сегодня день рождения. Если бы Раби был жив, 11-й Ниссан, и сегодня ему бы исполнилось 118 лет. И этот урок, конечно же, посвящается светлой памяти нашего замечательного Раби Липавческого, на основе которых я даю вообще все мои уроки. Итак, у одной мамы в 17 лет, из дома решил уйти сын, и она видела по фотографиям в Фейсбуке, в Инстаграме, не знаю где, что он отходит от Веры, он со стрикпэйса, у него кипа уже стало меньше, 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 и джинсы. В общем, непонятно, что с мальчиком происходит, 17 лет, это когда ты ищешь себя и можешь найти в неправильном месте. Она не знала, что делать, никакие уговоры не помогали, и тогда она поехала к Раби. И она начала говорить, Раби, так и так, я хочу, чтобы сын вернулся, он уже второй год не дома. И Раби ей говорит, как это слово на русском? Будь усерднее в заповеди Шабата. Накрывай лучше стол и следи за тем, чтобы Шабаты были интересными. Раби, ну вы не понимаете, он два года уже к нам не приезжает, какие Шабаты интересные? Ну, тем детям, которые остались, так они из дома и не уйдут, они еще маленькие. А что это поможет этому, который ушел? Сделайте, как я сказала. Окей, но это не самое сложное, что можно было сделать. Они вернулись домой, и она тут же начала спрашивать. Дети, скажите, какое ваше любимое блюдо? У этого мороженого, у этого вафель бельгийский, у этого чон. Когда пришел Шабат, у каждого рядом с тарелкой лежал секрет, который мама специально подготовила, что-то очень приятное. И папа, который не засыпал за Шабатным столом и не читал газету, которую кинули под дверь, а который приготовил двортора и рассказывал, и спрашивал у детей, как у них прошли дни. И в следующий Шабат то же самое. Но как, это поможет вернуть сына? Непонятно. И что произошло? Этот мальчик позвонил домой. Естественно, он не хотел говорить с мамой и с папой, потому что опять пришлось бы выслушивать их пререкания. Вернись домой, сколько можно? И он говорил с своими братьями и сестрами, по которым скучал. И они ему начинают рассказывать, шмолях, послушаем, вообще не понимаем, что происходит. Мама нам готовит то, что мы любим, а не то, что ей удобно. Папа рассказывает, интересуется, нас обнимают, не ложатся спать, а играют еще даже в настольные игры вместе с нами. Ты не представляешь. И ему захотелось приехать посмотреть, как это. Он приехал, он почувствовал себя так дома хорошо и уютно, что решил остаться. И опять же, то, что я вам хочу сказать, главная задача Цедра Песоха здесь и сейчас, когда у нас нету гостей, когда у нас нету лишних людей, на которых мы должны обращать внимание, это сделать детям чувство, что дома их ждут, что дома их выслушают, что дома интересно то, что они хотят, что вся эта трапеза не для взрослых людей с высокими словами, которые они обычно не понимают, а для вас, родные. Что ты давно хотел спросить? Что ты хочешь кушать? Где ты хочешь сидеть? Какого цвета стаканчик? Нет, отстань, я тебе не скажу, сиди и кушай. Нет, хочешь зеленый? Пожалуйста, зеленый. Это та атмосфера, которая должна быть. Ведь Песох, мы с вами уже говорили, Песох и обрезание, это две самые важные, не самые важные, как мы с вами сказали, самые популярные заповеди в еврейском народе. Почему? И Раби приводит интересное объяснение, потому что это две единственные заповеди, которые человеку приятнее всего делать с родителями. Любую заповедь можно делать самому. Обрезание. Ты сам себе не сделаешь, родители обязательно должны присутствовать. И Седер Песох, спросите, пожалуйста, в Израиле семьи, кто этот Седер Песох, вне зависимости от своего уровня соблюдения, проводил у себя. Нет, все ехали к какой-нибудь маме, папе, которая все готовила, сидела за столом и рассказывала, а вы только кайфовали. Так вот, семья – это самое крутое, что мы можем дать почувствовать детям на этот Песох, даже если вы не знаете, что сказать. Дальше. А, очень важно. Если вы откроете агоду пасхальную или попросите у меня, чтобы я вам ее прислала, вы найдете там истории про четырех сыновей. Почему сыновей, я сразу скажу, потому что и раньше не было... Как это? Слова вылетают. Ну, в общем, не вкладывали в обучение девочек, а только в мальчиках. Естественно, естественно. Если у вас, например, есть дети только девочки, Юлька, например, о тебе, ты можешь говорить, что эти вопросы задавали не мальчики, а девочки, потому что это все идентично. Не важно пол, а важно, какой смысл есть в этих вопросах. Кто никогда не был на Песхе и не слышал, есть четыре вида людей, четыре вида детей, которые задают у нас вопросы, и эти вопросы друг от друга очень отличаются, и мудрецы нам пытаются помочь ответить на эти вопросы. Окей, у нас есть четыре сына или четыре дочки, например. Злодей, такой непослушный, который любит проказничать. Ясно, что у нас нет детей злодеев, но есть дети, которые сложные, можно так сказать. Второй умный, третий наивный, четвертый, который не умеет спросить вопросы. И кроме того, что у нас у каждого есть эти четыре ребенка, то есть эти четыре характера в наших детях, я на ваше внимание немножко хочу переключить на другое. Мы, как и родители, тоже обладаем четырьмя этими качествами. Как? Очень просто. Если у нас есть умный, но непослушный ребенок, и нас вызывают в школу, у нас всегда есть с вами отмазка. Да ладно, ну какая разница, ну разбил окно, но он же умный, но он же учится. Давайте так, пока он учится, оставим его в покое и не будем трогать. Следующий. Если у нас есть сын Роша, бандитос, тот еще. Алексей. Спасибо за ваше внимание. Итак, родители говорят, да ну ты что, Мария Ивановна, я сама его боюсь, да он у меня дома, весь подъезд держит на ушах. Давай так, пока он здесь нормально никого не убил, мы не будем его трогать, он перерастет. Следующий сын Простак. Там он называется. Когда маме говорят, послушайте, он не очень понимает, он не очень следит за материалом, можете вы с ним немножко поучитесь. Мы сейчас говорим о четырех сыновьях, которые у нас приводят Агадар, четыре вида сыновей. И я говорю, что есть еще тоже четыре вида родителей, которые пытаются найти отмазки каждому этому сыну, чтобы не обращать на него внимания. Слишком умный, ладно, главное, чтобы учился. Слишком бандит, подождите, перерастет. Он ничего не понимает, да ладно, ну что мне его куда-то отправлять, надо вам дополнительные задания, он вырастет и начнет понимать. Мы до каждого нашего ребенка находим оправдания, почему мы с ним не занимаемся. И мне это сложно очень говорить. Но я уверена, что каждый из вас на карантине особенно не знает, куда деться от наших детей. Ведь раньше мы могли убежать от них и сказать, у меня тяжелая работа, у меня важный звонок, у меня, я не знаю, совещание, встречи, просто выйти и немножко передохнуть, скинуть всех детей там на мужа или на нянечку. В карантине у нас нет такой возможности, нам некуда убежать от детей. Вы прям ярко видим, какие у нас с вами есть отмазки, чтобы не быть с детьми. Подожди, я убираю, подожди, я готовлю, подожди, я сейчас по телефону поговорю с бабушкой, с дедушкой, с Петей, с которым я не общалась уже 200 лет. Мы, как родители, постоянно находим отмазки, почему и как нам не общаться с нашими детьми, к сожалению. Поэтому в СЭДРПСах схватывает нас. И говорит, хватает, и говорит, сядьте, никуда не убегайте. Пожалуйста. Есть разные дети, есть разные родители, есть разные отмашки. Но самое главное в СЭДРПСах это сесть напротив своего ребенка и наконец-то его услышать. Ведь оба родителя несут одинаковый вклад на развитие ребенка. Вы это знаете. Дальше. У нас каждый ребенок задает вопросы. И по этим вопросам мы прям удивляемся. Вау, какой он лапочкой. Или как он мог такое спросить. Но вы обязательно ознакомитесь с этими вопросами, с ответами. Я бы хотела с вами затронуть только два. С Божьей помощью вы откроете Агаду и поймете, кто еще не открывал, о чем я говорю, если вам сейчас до сих пор непонятно. Итак, у нас есть два сына. Один умный, второй бандит. И они задают два вопроса. Я их сейчас вам озвучу. Значит, умный задает вопрос. Скажите мне, дорогие мои родители, в чем прикол всех тех заповедей, которые наш Всевышний дал нам? Вот вы сейчас, мама, ну честное слово, холодильник пустой, непонятно какая еда на Песах, квартира вся залеплена. Если я вам сейчас переверну планшет, вы увидите просто все в фольге, в какой-то бумаге. Кухня превращается, как будто... Боже. В общем, в неуютное место. И этот мальчик спрашивает правильный вопрос. Мама, скажи мне, пожалуйста, в чем прикол заповедей, которые наш Всевышний нам дал? Что вы делаете? Для чего вы делаете это? Что у нас спрашивает следующий сын-бандит, которому мы дали такое название? Он спрашивает, «В чем прикол ваших заповедей?» И если умному сыну сказали, «Мальчик мой, я давай я тебе объясню, мама это делает, потому что Всевышний так сказал». А когда бандит спрашивает, «В чем прикол ваших заповедей?» мы на него начинаем нападать. «Да как ты смеешь такое говорить? Почему это наши заповеди, а не твоих заповеди?» Они такие же мои, как и твои. Но если мы с вами посмотрим в текст вагаде, мы увидим, что и умный, и бандит задали почти один и тот же вопрос. Оба они сказали, «В чем смысл ваших заповедей?» Почему умного мы воспринимаем как лапочку и отвечаем ему? «Я тебе сейчас объясню, почему наши заповеди?» А когда Раша говорит такие вещи, мы тут же, «Слышь, ты, наехал! Это не только наши заповеди, это еще и твои заповеди. Давай я тебе расскажу вообще, что почем». Почему такие разные отношения между детьми? Окей, ответ заключается в одном слове. У одного умного есть это слово, а у неумного нет этого слова. И это слово «элокейно» – «наш бог». Потому что умный, он сказал, «Родные мои, я еще не учил Песох, я еще не знаю, к чему эти законы, и дом, заклеенный клеенкой, фольгой и какой-то бумагой для меня вызывает у меня шок. Но что?» Он сказал, «наш бог». Расскажите, почему наш бог так заповедовал вам делать? И тогда мы ему объясняем. Он с нами в одном домике. Он признает, что у нас есть Всевышний, от кого эти заповеди. А что говорит сын, который не очень воспитанный, похож на бандита? Он говорит, вообще нету никакого бога. Все, что ты придумала, мама, это твои какие-то майсы. Как ты вообще докажешь, что когда-то были в Египте, «Да ты сама это своими глазами видела, море ты раступившееся видела, зачем ты мне все эти бабушкины сказки рассказываешь?» Вы понимаете, что вопросы на первый взгляд одинаковые, но отличается одно слово. И здесь тоже наши дети должны задать вопрос, «Мама, почему к двум сыновьям такое разное отношение?» В одном слове. И настолько нам сложно понять, что ребенка надо не только покупать и деньгами. «Давай я тебе дам няню, я не знаю, на бокс тебя пошлю, куплю тебе новый PlayStation, да все что угодно, у меня дети, я их так люблю, я им все покупаю». Но что чаще всего дети не получают нашего внимания? Когда мы наконец-то, и я говорю это себе, правда, я уверена, что вы все замечательные родители, но когда я наконец-то оторвусь от телефона и полностью посвящу себя детям. Ведь чужие жизни в Фейсбуке, они никогда не будут для меня так же актуальны, как и мои дети, которым сейчас нужна моя помощь. Ну что, в телефонах, в телефонах, и у нас мы сами себе находим оправдание, ведь это так важно. Я читаю новости про коронавирус, я читаю в WhatsApp-рассылки, ничего важного нету. Через час я у вас спрошу, что вы сделали в телефоне, вы мне никто не ответите. А ваши дети прожили только что минуту без вас. Они упали и уже не позвали вас на помощь, потому что знали, что вы все равно не придете. Песох создан для того, чтобы мы с вами прислушивались к тому, что говорят наши дети и понимали, где это слово, которое объединит нас, которое даст нам лучше понять ребенка. Это единственный раз, когда мы ребенку даем право высказаться и быть главным. Спроси у меня еще что-нибудь. Не бывает глупых вопросов. Спрашивай, что хочешь. Я здесь для тебя. У меня нету телефона, у меня нету планшета, у меня нету дел. И даже в этот Песох, как ни странно мне будет, у нас не будет гостей. Будем только я, муж и перед нами пока трое наших маленьких детей, которые будут спрашивать вопросы, и мы с удовольствием будем с Божьей помощью на них отвечать. Немножечко еще осталось. Я рада, что вы со мной, не странно, в столь поздний час. Дальше. Секунду, я немножко потеряла. Окей, я вам расскажу последнюю историю. Думаю, что на ней мы закончим. Очень такое логическое будет окончание, и вы пойдете кто убирать, кто спать, кто отдыхать, кто дальше втыкать в телефоны. Итак, Эта история на самом деле произошла с человеком, спасибо большое вам за внимание, которого зовут Иуда бен Шушан, Иуда сын Шушана, который сейчас живет в Амире, который сейчас живет в Израиле, но в тот момент он жил во Франции. Секунду. Десять лет у них не было детей, они перетробовали все, что только возможно, пока им не посоветовал какой-то врач в клинике, а получить, пожалуйста, благословение у Раби, потому что благословение Раби работает. И они на самом деле поехали в Америку, в Бероклин, получили благословение от Раби, и через девять месяцев у них родилась замечательная девочка, которую они назвали Мазаль. Судьба, счастье. Как еще можно назвать девочку, которой они ждали 10 лет? Девочка растет замечательно, больше у них, к сожалению, детей на тот момент не было, но когда девочке исполняется 9 лет, она возвращается со школы и начинает жаловаться на то, что у нее очень болит голова. Они начали проверять витамины, проверять железо, гемоглобин, но в тот момент, когда девочка уже один раз пришла со школы и упала в оборок, они поняли, что ей надо делать глобальные проверки. Они ей сделали МРТ, они ей сделали сети мозга, и они увидели, что у нее в мозге есть опухоль. И когда они ее заметили, они сказали, что у них есть два варианта развития событий для родителей. Первый вариант – это они делают операцию, и непонятно, как из этой операции выйдет ли девочка, и с какими… Они не знают, что эта опухоль задела в мозге, и может быть, даже если она выживет после операции, непонятно, кем она будет. И второе – возьмите, пожалуйста, мы предполагаем, что у нее есть около полугода, забирайте ее из лечебницы, делайте ей жизнь, поедьте в кругосветное путешествие, хотя бы у вас будет чувство, то, что вы сделали максимум, который только может быть. Естественно, он рассказывает эту историю просто рыдая. Он сам, ни жена, ни он, никто не могли принять никакое решение. Или своими руками сделать дочку инвалидом, или своими руками отказаться от всего и сказать, что мы не даем ей шанса полгода, и дальше будет, что будет. И они ходили по врачам, и каждый врач говорил свое мнение, пока они мне посоветовали поехать опять же к Рабе, благодаря благословению которого родилась эта девочка. Это было в месяце Адара, прошлый месяц, когда мы с вами праздновали Пурим. Поехал этот человек к Рабе, выстоял очень длинную очередь для того, чтобы попасть на личную встречу с Рабе. Он заходит, начинает рассказывать Рабе, что произошло, и начинает рыдать. Рабе, я не понимаю, да как я могу сделать такой выбор? Да моя доченька единственная сейчас в таком состоянии. На что Рабе, вместо того, чтобы как-то отреагировать, пожалеть, говорит, я не понял, вы мне что, вносите грусть в месяц Адара? Этот человек аж опрокинулся. В смысле грусть? Рабе, вы не понимаете, что мне не до веселья, мне надо своими руками решить, что будет с моей дочкой, что мне делать, что предпринять. И Рабе говорит, я еще раз сказал, месяц Адар, все перевернется, идите и не переживайте. И он думает, какой бессердечный Рабе, как он мог меня не пожалеть, что такое, не вносите грусть в мой кабинет, месяц Адар, он вообще не понимает, что со мной, да, непонятно, что к этому Рабе все ходят, выходят, и понимают, что он не поедет домой, потому что у него нету ответа, он не знает, что сказать врачам, делать операцию или нет. И он пишет Рабе записку и передает через секретаря Рабе, дайте мне ответ. Рабе говорит, я вам уже дал ответ. Но он снова и снова и снова, пока Рабе уже не стучит, кулаком по столу и не говорит, если вы не слушаете меня, спросите у врачей, что делать, и первый врач, который вам даст ответ, так и поступайте. Окей. Он обратился к врачу, врач сказал, я думаю, что надо делать операцию и дать шанс. Он согласился. Пришло время операции. Они читают Тейлим, идет операция, они открывают девочке голову и видят, что та опухоль, которая на их мониторах была размером с большой помидор, на самом деле очень-очень маленькая, которую можно было даже не оперировать, и может быть, она бы сама рассосалась. И они эту опухоль маленькую удаляют, зашивают голову и говорят, мы в шоке, ведь мы до операции сделали рентген, увидели эту опухоль, у нас же есть все снимки, как она пропала. И вот девочка приходит в себя, и папа уже в надежде, что скоро они забудут об этом, как о страшном сне, но проходит время, и девочка не разговаривает. «Привет, Максим!» Голос, речь, к девочке не вернулись. И они опять начинают бегать по врачам, уже не опухоль, уже логопеды, уже как эту девочку заставить говорить. Прошел месяц вот от Пурима до Песаха, достал Песах, и этот человек решил на Песах пойти опять к Раби, потому что то, что творилось у Раби на Песах, даже нерелигиозный человек должен был это видеть. Миллионы людей, песни, и... очень смешно. Песни и пляски такие, что трясется здание. И он, конечно же, пошел. Раби увидел его издалека, помахал ему рукой и дал ему два кусочка мацы. Это тебе, это твоей дочке. Он положил это в карман и решил дождаться окончания Песаха, когда уже все сделают Абдалу. Раби возьмет этот стакан вина, на который он делал Абдалу, и разольет по многим бутылкам вина, и еще целую ночь после тяжелого праздника будет стоять Раби с этими бутылками вина и разливать людям и говорить им благословение. Этот человек решил, что он еще раз получит благословение, потому что непонятно, что происходит с его дочкой. Ты меня на нее благословил, ты мне поможешь ее вернуть к жизни и к речи. Все нормально. И эта шутка преследует меня с детского садика. Я даже когда-то хотела, оказалось, что я не говорю R, потому что у меня под языком, как это называется, в общем, надо было что-то отрезать, и я испугалась. Сейчас, когда я приехала в Израиль, эта R делает меня настоящей израильтянкой, потому что, по моему ибритму, никто не может понять, что я из России, максимум из Франции. То, что это сыграло мне на руку. Сейчас немножко отвлеклась. Дальше. Он простоял огромную очередь. Он подошел к Раби за бокалом вина и сказал, Раби, я очень прошу, дайте мне благословение, чтобы моя дочка заговорила. Раби взялся за голову и сказал, как ты не понимаешь, когда, наконец, ты станешь хасидом и будешь верить в слова Равина. Обычное состояние это, когда сначала идет месяц Ниссан, символизирующий собой веру, а потом после Ниссана идет месяц Ияра. Аббревиатура Ияра знаете какая? Я Всевышний, который сам вылечу тебя. Месяц Ияра замечательный для того, чтобы проходить проверки, лечиться, делать что-то со своим здоровьем, потому что месяц Ияра это когда Всевышний берет всех врачей и как марионеток водит их, неважно, это хороший или плохой рак, и излечает всех. Так Раби говорит, обычно Всевышний сотворил этот мир, что сначала идет месяц Ниссан, когда у нас есть вера, и только потом месяц Ияра, когда Всевышний нам дает Руфа Шлема. У тебя же, мой друг, я хочу, чтобы было наоборот. Съешь эту мацу и пусть у тебя будет по-другому. Вначале у тебя появится Руфа Шлема и только потом придет вера, которая несет с собой месяц Ниссан. Так и случилось, когда дочка скушала эту мацу, речь к ней вернулась. Но самое главное, что я хочу вам сказать, месяц Ниссан должен вернуть в нас веру. Помните, мы с вами говорили, почему Седер Песах называется Седер? Терапеза по правилам. Ведь весь иудаизм у нас правило. Откройте Седуру, мне даже диктуют мудрецы, какими словами говорить со Всевышним. Что это как бы ну очень странно, ну как будто я сама не найду, о чем поговорить со Всевышним, мне надо прописывать текст. И мы с вами говорили, что этот Седер Песах говорит нам о том, что в мире есть Седер, что в мире есть правила. И что все, что происходит сейчас с нами, карантин, короны, переживания за своих пожилых родителей, за маленьких детей, за нас самих, знайте, у этого мира есть царь, который хочет, чтобы в месяц Ниссан мы наполнились верой. И в следующем месяце Ияр, я не знаю, что должно случиться, чтобы не произошло этого чуда, и в месяце Ияр мы все с вами не излечились и вышли на улицу наконец-то без масок. Ну что, давайте сделаем, как Всевышний запланировал. Сначала поверим во Всевышнего, а потом он нас излечит. Все, не знаю, если у меня получится до Песоха еще один урок провести. Если у вас есть какие-то вопросы, я прям очень буду рада на них ответить. Пожалуйста, не испугайтесь, проведите этот Седр Песох дома. Возьмите мацу, возьмите вино, возьмите Агаду и пообщайтесь со своими детьми. Всегда ребенок захочет вернуться в дом, где ему хорошо и где его слушают. Сделайте ваш дом таким. Спасибо большое, хорошего вечера, легкой подготовки к выходу из рабства. Все.